Ну, видишь, дни лето даже не старается. Ты что, чихнул? Артур Бабич. Я так обычно прощаюсь. Я говорю, Бабич! Слушайте, ну, чувак умеет петь, у парня есть голос. Половое созревание только закончилось, мы уже орём. Сила ТикТока. Ты мой краж. Ты выступающий артист. Егор Шип с композицией Dior. Гаврилина Жужу. Тендерли Бэй. Миллион просмотров. Это что? Плевать, он хотел, что он криво поёт. Держи сраный фонарик над головой Маши. Это все мои знания ТикТока. Ну, а мы начнём. Московский выпускной 2020. Я познакомлюсь, наконец-то, с блогерами, с тиктокерами, с артистами, с рэперами. Со всем, с чем я не был знаком. Всё это в честь прихода моих новых подписчиков. Добро пожаловать. Это Рамузка. Поехали. Рамузыка. Привет, ребята. Меня зовут Рамин. И это Рамузыка. Ну, что ж. Московский выпускной 2020 года внезапно всплыл у меня в ленте. В парке Горького проходило это событие. Буквально пару дней назад я решил, что нужно посмотреть выступления артистов. Говорят, там были тиктокеры. Насчёт других я не знаю, кто там ещё был. Мне всё равно. Я их всё равно всех не знаю. Помните, что я никому. У меня никаких нет симпатий. Мы будем чётко оценивать выступления чисто по ощущениям. Я выступал. Я готовил выступления. Я видел, как выступают. Я видел, как используют фанеру. Я видел, как готовят фанеру. Мы обсудим, кто выступал вживую, кто нет. Я вообще не знаю, как проходило это мероприятие. Последний раз я обозревал блогеров, наверное, пару лет назад, когда все вдруг внезапно сделали песню про Кока-Колу. Все спели. Помните это событие? Я, к сожалению, их уже не помню. Но видео есть у меня на канале. Это точно. В новогодний сезон мы делали. Ну что, давайте смотреть. У меня список приличный. Я себе скопировал ссылок. Здесь смесь из того, что вы мне порекомендовали в Инстаграме. Я делал опросик, кого посмотреть. И смесь видосов, которые просто очень хорошо посмотрели, набрали много просмотров. Большую часть я не знаю. Мы посмотрим, как они выступили. Я думаю, вы меня поймете, что я не смогу вам показать полностью выступление. Для этого вам придется пойти, собственно, на канал. Возможно, я в описании даже поставлю все ссылки на все выступления, которые я буду смотреть, раз уж я себе их выписал. Посмотрите полностью, кто хочет. Я покажу вам только самые важные моменты, потому что нужно уважать авторские права артистов. Ну что ж, поехали. Первая у нас будет Полина Гагарина. Знаменитая своими живыми выступлениями, прекрасным голосом, шикарной опорой, потрясающими вокальными данными, что показала она. Давайте смотреть. Обезоруженно. Мне нравится эта песня. И для этого есть вы... Великолепно, но я спешу вас расстроить, но это пререкорд. Мои подписчики уже знают, новые люди, присоединяйтесь. Пререкорд. Рекорд это запись. Пре это предзапись. Это значит, что человек специально записал отличающуюся живую версию от студийной, чтобы открывать под нее рот. То есть, по сути, она не поет, но это, скорее всего, ее концертная запись, потому что она очень много ездит по городам и выступает на концертах в разных городах России. И было бы абсолютно невозможно петь такие сложные песни, как ОБЕЗОРУЖЕННО вживую. Поэтому, естественно, она пользуется пререкордом. Это, ну, можно сказать, нормально. Я не знаю, учитывая, что она должна всегда прийти, спеть одну песню. Площадка большая и звучит она немножко отличается от студийной, которую вы можете послушать в Apple музыке, например. И от этого в зале, я уверен, что это слышится в точности как живое, но по мимике, по напряжению рта, по ее расслабленности очень все видно. Вот за эти мелкие детали все это выдают. Я готовлю в будущем выпуск про короли фанеры из нашей... Одной из ваших любимых рубрик Короли фанеры. Посмотрите, убедитесь в том, что большинство людей понятия не имеют, где фонограмма, а где нет. Короче, да. Это выступление под фонограмму. Никакая ей подтанцовка не помогает. Решила она не выводить своих танцоров. Зачем тратить лишние деньги? В принципе, это выпускной. В парке Горького люди тусят, отдыхают. В этом нет необходимости. Правильно? Ну, это фанера. Конечно, люди счастливы, люди рады. Мы знаем, как поет Полина Гагарина, поэтому давайте смотреть следующего артиста. Следующая у нас Зиверт с песней Беверли Хиллз. У меня отмечено. У Зиверт мы знаем вайбовые такие композиции. Ей очень много, очень сильно помогает бэк-вокал. И здесь она немного пользуется... Она немного здесь по-другому выступает. Не так, как Полина Гагарина. Зиверт здесь поет вместе с плюсовкой. То есть она подпевает своей же плюсовке. Отсюда, вы видите, двоится голос, потому что она в буквальном смысле подпевает своей же партии. То есть ей не бэки помогают, а там еще и ее партия встроена. И она из-за того, что немного сваливается по тональности, все-таки она поет не точно. Она, видите, сконцентрирована на танце. Голос раздваивается. Естественно, это слышно в основном только вот в такой вот студийной съемке, потому что люди, находящиеся в парке Горького, ничего не услышат. Я ни одного еще полного выступления живого Зиверт толком не слышал. Ну вот, наверное, это самое близкое, что я... А нет, я слышал на какой-то церемонии Муз-ТВ, наверное, пару лет назад. Собственно, тогда я и понял, что она не супер-вокалист вживую, но очень стильная музыка. У нее, что мы, отрицать будем? Мы не будем отрицать. Довольно, ну то есть, для Зиверт с ее вокальными данными, мне кажется, это довольно такой, довольно высокие ноты для Зиверт. И тот факт, что она еще умудрится танцевать, там, закрывать глазами, руками глаза. Говорит о том, что ей необходима здесь поддержка, она, собственно, ее и выбирает, и ей помогают Бекки, и... Ну, вот такое вот выступление. Ну, вот так вот. Повезло ей, повезло. Не будет особо много критики, она поет вместе со своей же... Всегда... Вот заметьте, это у нас еще... Мы еще в детстве учили. Когда ты подпеваешь, петь намного легче, чем когда ты поешь сам. Поэтому, когда тиктокеры могут это заметить, только тиктокеры вообще рот открывают, в основном под музыку. Если ты подпеваешь и дальше сидишь там... У меня есть не лето в друзьях, мы написали песню, и теперь ее поем. И если вы вместе с ней будете петь, вам будет очень легко. Как только мы уберем голос Зиверт и оставим минусовку, вы будете сразу... У меня есть не лето в друзьях, и это будет невозможно слушать. Мы все с этим сталкивались. Артисты сами не могут себя слушать нормально, без музыки. Так что это нормально. Ну что, давайте двигаться дальше. Ну Зиверт понятно. А нет, у меня еще написано посмотреть Флай. Зиверт Флай вместе с Нилетто. Я нашел. Давайте смотреть. Я видел выступление Зиверт у Урганта. Она делала то же самое. Она пела вместе с плюсовкой, потому что... Вот эти вот высокие ноты. Петь очень сложно. Отлично я изобразил. Шикарно. Ну, видите, Нилетто даже не старается. Она поет... Ну, то есть она не поет сейчас. Он поет вместе со своей плюсовкой, тихонечко ему помогает там. Это все регулируется. Голос регулируется, который помогают Бекки. То есть это мы перед вами, мы с вами видим одну песню, а там это куча дорожек. Музыка, голос, Бекки. Вот это все регулируется отдельно. Ну, естественно, это все... Репетировалось. Ну, слушайте, что-то пытается. Что-то пытается она спеть, но по Нилетто, например, видно, я вам уже тоже рассказывал, что видно сразу, когда человек танцор, а не вокалист. Потому что, например, та же Бульонса, Бейонсес придумывает себе танцы именно, чтобы было удобнее петь. Потому что нужно крепко стоять на двух ногах, нужно на высоких нотах, как говорится, упираться в землю. Нужно, чтобы опора держала это все. А когда человек начинает извиваться, делать какие-то супер резкие движения, видно сразу, что он не сосредоточен на пении, он сосредоточен на танце. И от этого пение начинает прыгать. Ну, все понятно. Ничего интересного. Давайте посмотрим. Нилетто. У меня здесь написано песня «Повезет» и «Краш». Я знаю, что все будет круто. Пусть каждому из вас повезет. Ой, спасибо, Нилетто. Спасибо. Пусть. Это он уже поет? О, как нежно, как идеально началось пение, когда начали помогать петь. Вот это что было в начале, я не понял. Мы уже обсуждали, что пение не лето. Мне немного напоминает Димаша Кудайбергенова. Вот это вот изменение полностью тембров, абсолютно разными, может, четырьмя разными тембрами спеть. Я бы не сказал, что это хорошо. Кто-то может назвать это «Вау, это прекрасно». Но мне лично не нравится, когда он... Потому мне кажется, в голове у Нилетто, вот именно вот, когда он поет вот таким голосом, знаете, как Эдуард Хиль, вот это вот «Мама, я исправлюсь», нилетто, кажется, что типа «Вау, вокал пошел». Я не уверен, но у меня есть такое ощущение, что он вот когда поет «Мама, я исправлюсь», ему кажется, что... Ну, он заглубляет эти ноты. Там не так низко. «Мама, я исправлюсь», То есть это все норм. И это в его диапазоне. Я не понимаю, зачем надо вот это вот в грудь. Я не понимаю, зачем надо вот это вот в грудь. Ну. Это что? Ему не хватает катастрофически воздуха, что очень странно для танцора с сильной дыхалкой. Он просто вдыхает после каждого слова. И все как бы, все криво-косо. Ну что касается стейдж-презенс, у него все более-менее. Он все-таки знает, что если он снимет олимпийку, все внимание будет приковано на него. И даже если это будет песня о потере близкого, о смерти, понимаете, о бредчетности наших попыток жить, если он снимет футболку, это позволит внимание привлечь к нему, и он будет петь. Я так понимал, что он эту песню позиционирует как что-то нечто серьезное такое. Поэтому я не понял, зачем он разделся. Люди все-таки одетые. Я понимаю, что в Москве может быть жарко, но люди одетые. И всем все норм. Двигаемся дальше. Что такое с крашем? Давайте смотреть. Ты мой краш. Ну, у Энелета все хорошо с ритмом. У него все плохо с пением. Он очень сильно давит. Ты мне не враг. Ему кажется, что высоко. Ему кажется, что низко. Но это просто недостаточное количество занятий вокалом, как мне слышится. Ну, эта песня просто была спета чисто потому, что она популярна. Тут самого видоса 380 тысяч просмотров. Это понятно, это объяснимо. Они ее просто так спели. Тут нету ни клавы Хоки, никого. Просто включили ее и все. Там что-то подпевал. Ясно, нет. Мы это не будем смотреть. Дальше смотрите, что у нас. Рамиль Сияй. Ну что, почти тезка? Я эту песню, по-моему, слушаю. Сияй, Сияй. Она где-то в ТикТоке или еще где-то. Ну, короче, я ее слышу. Давайте послушаем, как он споет ее. Ни разу не видел вообще ни Рамиля, ни песню. Я впервые исполняю на сцене. Мы пришли на премьеру. Так что нужна поддержка. What? Подождите. Покажите, держа, 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 держа. Это что за синдром Ариана Гранде или Сии? Нам нужна артикуляция. Артикуляйшн. Он поет вживую. Мне это нравится. Он поет вживую. Пока первый человек, который поет полностью вживую. Но что-то мне подсказывает, что в припеве, наверное, ему будет помогать Бэк. Великолепный знаменитый, знаменитый ход. Я его называю ход популярности. Когда сильно высокие ноты, или когда не хочется петь, не разогрет, или когда артист понимает, что тяжко, понимаете, то можно просто сказать ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ микрофон. Это хороший прием, то есть он знает уже, как вести себя на концертах, видимо, чувак выступает. Вот она, сила ТикТока. Кстати, да, хорошая идея просто собрать выпускной, собственно, школьников, тут же выпускной школ, правильно? И хорошая идея, собственно, использовать песни, которые популярны в ТикТоке, потому что школьники их, скорее всего, знают. Давайте дальше, молодец, вот Рамиль понравилась, мне понравилась. Рауф и Фаик, детство. Эту песню я слышал. Отлично, отличное интонирование, мне нравится, отлично поют ребята. И, собственно, и как они ведут себя на сцене, говорит о том, что они умеют работать на большой аудиторию. Причем ощущения по-разному, то есть ощущается концерт по-разному, когда показывают живые выступления. Это кажется, что такая камерная, мощность какая-то есть, маленькая сцена. А когда поют под фанеру, нам показывают всю сцену. Я знаю, мы про это поговорим в конце, не забудьте мне напомнить. Довольно чисто, довольно чисто поют ребята, даже слишком чисто. И не в плане чистоты именно по нотам, а в плане именно чистый звук такой. Я, мне кажется, ребята поют вживую. Мне кажется, вживую поют ребята. И они делают правильно. Вот в таких моментах, когда люди, когда артисты разговаривают с залом, можно различить громкость микрофонов. Иногда бывает такое чистое студийное, знаете, пение. А потом в микрофон, ааа, руки выше! И слышно, как отличается качество звука и громкость звука в микрофон. И ты тогда понимаешь, а, панера. Нет, все нормально. Молодцы, Рауфуфайк, давайте дальше пойдем. Первый раз слышу песню. Первый раз слышу артиста. Я хочу поэмэмэмсить, с тобою флексить. Я не буду останавливаться. Девочка поет под фанеру полностью. Но она хотя бы принимает это. Она поет под фанеру и знает, что поет под фанеру. И знает, что все понимают, что она поет под фанеру. И она просто прыгает и кайфует. Вот у меня здесь написано блогеры. Многие из них могут быть не блогерами. Но я, как отметил себе блогеры, потому что просто были незнакомые имена. Давайте посмотрим. Аня Покров. Не игра в Sims. Сколько уже этих Sims вышло? Давайте смотреть. Поздравляем вас с выпускным! Судя по голосу, возраст блогерский. Я за... Под фанеру поет, но такое ощущение, что даже под фанеру фальшиво записано. Очень прекрасная песня про Sims. Как можно Sims, собственно, установить, так и удалить. Ей надо писать мануалы для этих, для компьютерных игр. Очень интересно. Артур Бабич. Парень простой песня называется. Я так обычно прощаюсь. Я говорю, Бабич! Ну ладно, Артур Бабич, давайте смотреть. Я думаю, судя по картинке, это тоже блогер. А девочка, постой! А если бы не гарантий, собрал тебя домой! Девочка, я собрал тебя домой! И смотрите, смотрите! Худи с бабочками! Девочки в кроссовочках! Какая красота! Походу Антон поет... Артур... Артур, простите. Поет вместе с фонограммой. Ну, так как это, по сути, речитатив, толком ничего не понятно. Офигеть! Охренеть! Видно, что ребята не выступали, не умеют стоять на сцене. Я помню свое первое выступление. Я смотрел их... Больше я их никогда не смотрел. По сути, они себя так же... Знаете, на что это похоже? Это похоже на школьное выступление в школе. Когда готовят выступление или там в университете. Когда вот так все себя странненько ведут. Только сейчас популярность настолько настойроидилась, что, по сути, школьник, окончивший или не окончивший школу, всем плевать, может выступать на огромной сцене в Москве. Вы даже не представляете, какое-то давление, какие-то нервы. Несмотря на то, что он ведет себя так, как будто он уже 10 лет на сцене, я уверен, он волнуется. И он напрягается. Он напрягается, он поет, потому что ему некомфортно. Он вряд ли выступал раньше вообще. И он, ну, как бы не понимает. Когда ты стоишь на сцене, ты не слышишь фанеру. Я не знаю, вообще есть... Ну, у него есть какой-то наушник в ухе, но он даже, наверное, не знает, как слышен его голос в толпе. Поэтому он перестраховывается, он волнуется. Он весь красный, как я сейчас. Весь мокрый, как я сейчас. И девочки сзади тоже как-то хаотично двигаются. Зачем он их вывел? Возможно, это какие-то люди просто, ну, типа, из пришедших, из зрителей. Он поднял на сцену. Типа, покажите, дайте мне вайв, покажем как. Давайте движуху устроим на сцене. Вот это движ! Великолепно. Идем дальше. Кара Кросс. Кантри Дэнс. Тоже много просмотров. Понятия не имею, кто это. 270 тысяч просмотров. Кантри Дэнсер. Кантри Дэнсер. Вот это уже продакшн. Даже не парится. Просто она сказала, я что? Я потратилась на танцоров. Вы хотите, чтобы я еще вживую пела? Не поет Кара Кросс вживую. Ну, собственно, может быть, знаете, может это и к лучшему. Пока еще ни одного блогера вживую мы... Да, блогера вживую мы не слышали. Но молодец. Это уже какая-то вот расстановка по сцене. Два танцора по бокам. Сама стоит. Все четенько. Невероятно. Какие хаотичные движения. Сразу понятно, что ребята понимают, что, господи, она блогерша. И нахрен никому не нужен этот хороший синхронный танец. Да просто рандомно какие-нибудь движения поделаем. А? Пятюнь. Дай пятюню. И все и станцевали. Идем дальше. Кара Кросс. Спасибо, дорогая. Дальше у нас Джонни. Ты беспощадна. Ну, Джонни это, по-моему, не блогер. Давайте посмотрим. Слушайте, ну, чувак умеет петь. У парня есть голос. Это высоко. И видно, он что-то делает. И пытается работать с залом. Слушайте, прикольно. Ну, не уверенно, он поет. Не так уверенно, как хотелось бы и как он может, я думаю. Но у него часть энергии уходит на, как говорится, флекс. То есть, он, видимо, понимает, что он известнее блогеров или кому-нибудь еще, кто там находится. И что его любит зал. И он понимает, что это событие, знаете, не мирового масштаба. Это просто выпускной для школьников. Поэтому он флексит. Он улыбается, руками машет. А я за тобой пойду и ничего не найду. И все. Поэтому на это уходит часть энергии. Соответственно, ему не хватает воздуха до конца. Но, в принципе, это все слушабельно. Я подумал, что он поет с плюсовкой. Но, вроде нет, живое все. Сейчас послушаем. Как будто только распелся. И че? И че? Корона, полиция, можно, значит, визжать здесь? Я видео снимаю. Так вот. Обратите внимание на записи. Черт, еще и зарядка садится. Да что ж ты будешь твоим отделать? Обратите внимание на видео артистов, которые пели под фонограмму. Я вам говорил, что мы это обсудим. Но мы еще и в конце, я это как вывод тоже подведу. Они немного по-другому сняты. И это видно. Итак, Даня Милохин. Я дома. Знаменитая песня. Я знаю эту песню. Я ее видел в ТикТоке. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. Как он спел ее вживую? И может ли он вообще ее спеть вживую? Я смотрел видосы с Даней Милохиным. Он такой бунтарь. Знаете, я не уверен, что это такой четкий перформер. Сформировавшийся. Ну, давайте смотреть. Угадай, где я? Я дома. С первых нот слышу. Дело в том, что он записал эту песню, все-таки имея какую-то мелодию. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. И поет он ее как речитатив. И так как ему включили плюсовку, хотя я считаю, в рэп-композициях и в речитативных композициях это просто какое-то оскорбление. Сразу же слышно расхождение голоса в тональности и вообще. Ну, он плевать хотел. Все знают текст. И он здесь рок-звезда. Он здесь рок-звезда. Плевать он хотел, что он криво поет. И плевать люди хотели. Потому что они все хорошо проводят время. И им классно. О, девчонки, вон, смотрите, в платьицах выпускных. Пришли прямо тусить. Круто. Я так смотрю, это та же самая подтанцовка, как у Артура... Бабича! Бабич! У Артура Бабича абсолютно та же подтанцовка. Тут показываются тиктоковские движения. Естественно, это не балет Тодес. Они не синхронные. Естественно, как музыкальное выступление у этого номера особо нет ценности. Но он кайфанул. А, то есть он даже не парится. Он некоторые... Он просто строчки пропускает. Ну, типа, вы же понимаете, я же тоже человек. Я хочу вдохнуть воздуха. Просто поет, потом пропускает и молчит. Так, с этим все понятно. Давайте посмотрим, у меня еще другая есть песня. Даня Милохин. Подонок. Ой, вот эти танцоры тоже плевать им на все. Походу, это пацан в этой худи с бабочками. Бессовестный! Ты и у Бабича не танцевал. И у Милохина ты снимаешь сторис себе. Ты на сцене. Ты выступающий артист. Точнее, ты помогаешь артисту. Сиди, держи сраный фонарик над головой и маши. Что это такое? Сторис он снимает. Я, честно говоря, с таким быстрым речитативом просто бы сдался на месте Дани Милохина, потому что плюсовка играет достаточно громко. На хрена ей подпевать? Он, по-моему, даже ей и не подпевает. И молодец. И правильно делает. Спасибо. Спасибо. Просто посреди песни. Спасибо. Ты что, чихнул? Посреди песни! Спасибо! Что, цветы подарили? Что спасибо? Какая-то... О, это ляжки мои. Что, девочка какая-то крикнула в толпе и сразу надо поблагодарить? А что-то ты на комменты-то, наверное, в своих тиктоках не отвечаешь. Бессовестный. А давайте больше фонариков, пожалуйста, пожалуйста. О, еще микрофон свистит. Не научили Даню. Даня, это не чат. Здесь не... Ну все, я был на твоей стороне. Даниил. Теперь нет. Микрофон фонит. Даню должны были научить, что не нужно подходить к мониторам близко на сцене. Не нужно! Их, конечно, исправляют перед номером, но не настолько близко. Есть какие-то границы. Куда ты прям к краю подошел? Какие тебе фонарики? Бой, там все видно. Мы прекрасно видим, что ты все видишь. Можно больше фонариков. Так не просят зал. Ты рок-звезда. Надо говорить... ФОНАРИКОВ! ВОЧЕ! Я вас не слышу! Угадай, где я! Он просто офигевает. Он посмотрел в зал. Он не понимает, что это за место для него. Он не понимает, что он здесь должен работать. Что напротив него не камера, а живые люди, которые требуют отдачи. То есть задача артиста это не выступить! Задача артиста это подарить удовольствие зрителю. Это его работа. Поэтому артисты, которые все из себя чисто поют для себя, никому не интересны, потому что нужна отдача. Шикарный вокал. Так, все, останавливаемся. Идем дальше. Кто у меня есть? У меня есть карнавал «Психушка». Отличная песня. Отличная песня, как раз, ну, как бы, в тему новостей про Канни Уэста. Давайте посмотрим. Может быть, есть какой-то дельный совет. Миллион просмотров! Мне нужно поближе познакомиться с этим артистом, потому что нужно быть в тренде. Я знаю эту песню, я видел ее в ТикТоке. Я сразу же ее узнал, потому что девочка полностью поет под студийную версию композиции. Но, видите, какой-то продакшн есть. Она с танцорами. У нее выделяется наряд. Кислотно-желтый. Наверное, поэтому здесь миллион. Или она действительно такая популярная, ее все любят? Ну, молодец, молодец. Под фанеру беспроигрышный вариант. Как бы, не прокосячиться. Подумала о танцорах, подумала о выступающих. Такой тренд я заметил среди блогеров. Раз я наняла танцоров, потратилась на платье, я не собираюсь еще репетировать петь. Давайте следующее. Гаврилина Жужу. Песня про пчелу. В перекрестке. Прекрасно. Реклама Тимати, который, к сожалению, ушел из Black Star. Очень грустный, я понимаю. Ее сердце стонет боль в России. Какое хвостарио в стиле Ариана Гранде. Конечно, она тоже поет все под фанеру. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за песня. Удивительно. Тут вообще миллион сто просмотров. Сто тысяч. О, ворсачка на ногах. Значит, песня популярная. Тоже какой-то рандомный набор танцоров. Значит, справа парень вообще не понимает, где он находится. Никто ничего не репетировал. Видимо, просто для массовости блогеры такие, слушайте, мне нужно еще пять человек, чтобы они вокруг вот так встали, чтобы создалось ощущение концерта. И все, пожалуйста, встаньте. Дальше у нас Володя XXL, Эль Пачо. Я слышал эту песню. Такая игра слов на Эль Чапо. Посмотрим, как он ее поет вживую. Все-таки Володя XXL у нас поднял свою популярность посредством скандалов, посредством ненавистью, гагеям, гагеям. Но он ребенок, что с ним взять? Давайте посмотрим, как он выступает на сцене. Давайте зажгем! Давайте! Ес, бич! Ес! Да, я зажгу! Где зажигалка? Вот это я понимаю. Давайте зажгем! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Половое созревание только закончилось, мы уже орем. Красава, что там на нем? Какая-то куртка, слушайте, он массивно выглядит. Он орет. Ну, смотрите, чувак любит себя, знает себе цену. Вот это я понимаю. Вот это уровень. Он начал кричать громче фанеры, а потом понял, что, как бы, звукари позаботились о нем. Понимают, что он не спает это вживую. И включили, врубили на максимум громкость плюсовку. И он понял, что он тише плюсовки поет. Надо заткнуться. Твой папа... Красава. Отыгрывает. Очень классно. У него точно такая же куртка, как у чувака кофта в зале. Что это? Кельвин Кляйн? Он ни разу не надел Версачи. Я видел эти сторис. Я видел эти видосы. Ни разу никогда он Версачи не надел. Сплошные понты. Рэперы, которые поют про понты, популярны тем, что у них есть эти понты. Они когда говорят про Луи Ви, Луи Виттон, они показывают сумку Луи Ви. Они показывают трусы, презервативы Луи Виттон. А когда ты поешь «Мой папа богаче, Эль Пачо», значит и я на Версачи, и я богаче. А на самом на тебе «Адидас Оригиналс». Мне нравится, как он отыгрывает. Мы понимаем, что все они поют плохо, но он отыгрывает хорошо. Видимо, посмелел. Потому что он все-таки через многое прошел. Через публичный хейт. Тут так это закаляет, дай боже. Она ведь у меня друга. Конечно. Но она мне не подруга. О, а кто она тебе? Мать! Но она мне не подруга, ведь это моя мать. Тут, тут мой папа богаче, Эль Пачо. Короче, это, конечно же, смесь вот этого юношеского максимализма и смесь смелости какой-то. Может быть, даже комплексов и неуверенности в себе. Это играет на руку. Он молодец. И видно, что он кайфует. Если он сам сочиняет эти песни, а они у него так часто выходят, что я, черт возьми, судя по тому, как я видел, как он общается и разговаривает. Что за бред? Как так? Возможно. Я начинаю снимать себя. Спустя месяц. У меня уже 100 тысяч подписчиков, потом 200. И я зацепил людей, скорее всего, внешностью. Покажи. Надо вот так вот съесть, как батя просто. Ноги разложить вот так вот и разговаривать. А ответственность за свои слова ты понимаешь? Никакой ответственности. А он может связать, ну, максимум, два слова, как говорится в пословице. Он кайфует от своих песен. И действительно, он считает, что это крутой, классный хит. И флаг ему в руки. Ладно, остановимся. Тут столько фанеры на этих выступлениях, что мой видос уже, естественно, заблокирует и ограничит к просмотру. Хотя бы так остановимся. Танцуй, Пантера, Каграманов. Каграманова я знаю. Я его видел, когда года три назад, наверное, мне скидывали его мемы в инсте. Какие-то прикольчики такие, типа. Ты что ты там? А потом он был вроде как в проекте песни, но я проект песни не смотрел. Поэтому я не знаю, как он поет и что он поет. Танцуй, Пантера, кстати, я слышал, но я не знал, что это он. Счастья, не хватало счастья. Мне напоминает Тимати. Но он молодец. То есть ему грех петь под фанеру, потому что ты участвовал в проекте песни. Правильно? Если я не ошибаюсь. Ну что-то поет. Ему немного помогает Бэк. Его же записанный тихонько. Но ничего плохого не вижу. Сэй. Хорошо, мне понравилось. Только такая съемка немного не комплиментарная. Потому что очень медленная съемка вот из этих дронов или вот этих кранов. А песня-то сама движущная. Вот почему-то, когда показывали песню Милохина и песню там Бабича и Володи XXL, камера почему-то тряслась истерически вокруг зрителей и вокруг сцены. Здесь, я считаю, тоже это необходимо. Ну и светового сопровождения тоже не хватает такого. А танцоры необязательны. Вообще нормально. Нормально, я считаю. Тендерли Бэй. Песня про меня. А я думал, что непопулярный блогер. Никто никогда не захочет рассмотреть изнутри меня. What? Я ворот, и никто никогда не захочет рассмотреть изнутри меня. Ну, чётенько поет. Только почему нам ее не показывают? Я ворот. Видимо, даже организаторы не хотят, чтобы мы ее рассматривали даже вблизи. Я ворот, и ворот, и ворот, и ворот, и ворот. What? Я чё-то не понял. Мы поем? Или мы танцуем? А почему масочку-то мы, может быть, это? Или что, мы не умеем до двух метров считать? Тендерли Бэй. Чё-то я боюсь, ты когда со своими друзьями общаешься после концерта, ты масочку-то сняла? Или ты такая прям вся за карантин? То есть ты хочешь нам сказать, что этот прекрасный звук микрофонский шикарно передался через масочку? Нет, ну это возможно. Но всё равно помехи, она трётся ртом прямо, она подставляет микрофон, между прочим, в который плевались и пели другие исполнители, прямо к своему респиратору, прямо к своей маске. Поэтому эти понты, или чё, или тут настолько много комплексов, что значит, я урод, я даже маску, я даже показывать себя не буду на выступлении? Я не верю. Я считаю, что we are beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. Понимаешь? Я уверен, что ты очень красивая, симпатичная девушка. А что это такое? Смотри, какая юбочка. Смотри, какие гриндерсы, или что это? Эти, докторы Мартинсы какие-то на тебе. Прекрасная кожаночка, косуха, возможно. Ну что ты? Как группа Тату. Кстати, похоже немножко даже по звучанию. Это живое выступление. Это живое выступление. Пой. Пой в масочке, вообще, во имя отца, как говорится, раминь. Ты жми... Прекрасное выступление. Отлично. No, I'm not. Я урод, no, I'm not. Пой сама. И последний на сегодня, Егор Шип с композицией Диор. Что за вы имена выбираете себе? Егор Шип. Шип, блин. Шип. Потом будет говорить, что нет, это в честь крейсера Аврора. Я назвал себя, как корабль. Так, Егор Шип. Диор. What? Мы что, пришли в Ясли Сад номер 14? Давайте смотреть. Я, во-первых, слышу, уже с первой секунды вижу, что это фонограмма. Но я даже не знаю, кто ты. Бэ, ничего не зялька для тебя. Baby. Боже, ему, наверное, даже еще не разрешают пользоваться своими деньгами. Ой, Егор Шип. Да, конечно. Твой корабль всплыл. Егор, молодец, но пока ты не поешь, нечего оценивать. Вот, я слышу кучу и автотюна, и дисторшна на голосе студийной версии. Как ты поешь на самом деле, знать не знаю. Поэтому ты молодец, у тебя прекрасная футболочка, у тебя прекрасная слава. Люди я видел в толпе, там тоже танцевали, но окей, мы помним про тебя. Егор Шип, я за помощь. Слушайте, это было интересное, это было интересное погружение в мир тиктока блогеров и рэперов, которых я не знаю. Я практически никого из них не слышал в качестве исполнителя. И было очень прикольно познакомиться. Я не знаю, это ли интересно зрителям. Вам интересны такие штуки? Я давно не обозревал блогеров, и вот интересно было послушать, как они поют и как они выступают. Как вообще сейчас какие тренды в российских выступлениях? А то мы видим только по телеку. Ну, по телеку это все под фанеру, как живут и поются. Вот мы узнали. Что, какие выводы мы можем сделать из сегодняшнего концерта? Не из сегодняшнего, из выпускного. Так и не научились наши операторы снимать выступления. Вы, возможно, увидите маленькие кусочки. Я посмотрел практически полностью каждое выступление. Прикрывается фанера. То, о чем я вам говорил, если человек поет под фанеру, вы можете его очень долго не видеть. То есть вам показывают толпу, вам показывают сцену, камера крутится. Я заметил эту перемену в съемке во время новой фабрики звезд. У меня в рубрике Короли фанера, зайдите, если хотите, в плейлисты. Мы там рассматриваем, как они там все поют под фонограмму. Это очень активно применялось, то есть чтобы отвлечь зрителя. Когда человек поет вживую, то его всегда показывают крупно. Его показывают крупно, от него не отходит камера. Иногда есть какие-то перебивки в зал или на общий план, но никогда вот таких вот скачков бешеных не было. По сути, так сняты концерты, что с этими 20 углами обзоров, что ни хрена не видно, что это можно фоном слушать. Потому что самих артистов показывают очень редко. Очень активно практикуют нынче пение с плюсовкой. Так делают корейские артисты BTS, так делают другие корейские артисты. Почти все. Так стали делать в Америке, потому что это более такой безопасный способ. Но еще популярен пререкорд, потому что это вообще беспалево, как Полина Гагарина спела. То есть заранее записали живую версию в студии, без всяких танцев. Спокойно, четко, чтобы не было фальшивых нот. И потом с ней выступили. Вот. Вы спросите, а почему? Что, нельзя что ли на сцене спеть, раз ты так можешь спеть вживую? Ну потому что, когда ты на сцене, у тебя волнение. Ты, блин, потный. Трясешься. Погода, голос. Что у тебя может со здоровьем случиться? Может горло заболело? Люди кричат. То есть все это накладывается. А ты в студии спокойно записал. Так же вживую. Просто в спокойной обстановке. Это звучит намного лучше, намного ровнее. И потом под это выступаешь. Плюс под эту предзаписанную запись можно выступать сколько угодно раз, где угодно. Ездить по разным городам. И никто ничего не будет знать. Потому что это, по сути, для всех будет слышно в первый раз. Вот так вот. Я вот, вот. Я люблю и ненавижу. Вот эта вот песня. Я, мне на самом деле было плевать, то есть как выглядит артистка. То есть вот, наверное, тоже какая-то, какой-то результат тиктока. Что мне пофиг, как она выглядит. То есть я не хочу. Понятно, что это как бы выпускное, и все фигня. Если я иду на концерт, мне пофигу, как она выглядит. То, что я ее видел в тиктоках, как люди поют под ее песней тикток. Я ее саму не видел. Но даже если я увижу, мне это большой разницы не даст. Песню я уже слышал вот столько раз. Мне бы хотелось увидеть, как она поет. И для этого, собственно, и нужны выступления, которого она не дала. Ну что, ребят, спасибо. Добро пожаловать к новым подписчикам. У нас здесь очень много интересного. Пошарьтесь по плейлистам. Я стараюсь всегда все добавлять в плейлисты. Последние новости про Бритни Спирс, про Канни Уэста. Все это в предыдущем выпуске. Вот. Ну а пока мы продолжаем. Мы продолжаем. Увидимся в своем следующем видосе. Пишите, что вам еще интересно. Понравилось ли это видео. Если вы смотрите или знаете кого-то из этих блогеров, ставьте лайчочек. Чего вам жалко? Вот. И увидимся потом. Пока-пока. Я люблю и ненавижу. Это сделать очень нужно. Мне пофигу, я знаю. Ведь я такая кривая.